5 декабря в мире отмечается Международный день добровольцев. Добровольцы, а в последние годы все чаще можно услышать трансформированные из английского волонтеры, это люди, которые тратят свое свободное время на благо общества. В Хабаровске накануне состоялось заседание Совета по развитию добровольчества. На совещании обсудили проект, который реализуют региональные волонтерские объединения. И вот сегодня жители края активно включаются в волонтерское движение добровольцы, привлечены в самые различные сферы деятельности. В регионе действует более 290 добровольческих объединений, зарегистрировано свыше 40 тысяч добровольцев, из них 9 тысяч. Это постоянно занятые активисты. Продолжим тему с нашим гостем в студии Максим Ставицкий, исполняющий обязанности председателя комитета по молодежной политике правительства Хабаровского края. Доброе утро. Доброе утро, Максим. А у нас сейчас волонтеры по каким работают направлениям? Направлений на самом деле очень много. Хабаровский край в принципе один из лидеров, признанных причем лидеров, в России среди регионов, которые развивают добровольчество. Это и всероссийские общественные движения волонтеров. Это волонтеры Медики, волонтеры Победы, поисковые движения России. Это и отраслевые волонтеры, волонтеры культуры, спорта, образования, поиск пропавших людей. И этот перечень далеко не полный на самом деле. А можно как-то нарисовать портрет такого типичного волонтера, уж простите, среднестатистического? Что это за человек? Работающий или это студент? Какого возраста? Волонтер – это вообще уникальное состояние души, потому что возрастного ограничения пола здесь у портрета не будет. Интересно было посмотреть на художника, который бы забирательный образ волонтера в принципе смог нарисовать. Это в общем и целом неравнодушный гражданин, который хочет и, главное, может помогать другим. И через эту помощь другим он развивается сам. Но в основной массе это все-таки представители студенчества, да? В основном, да, 18, 25, до 30 лет. Но вы здесь и серебряные волонтеры? Да, хотя я говорю, что... Вот расскажите про это, вот это интересно. Это вообще уникальный, ценнейший, наверное, ресурс, потому что в молодом возрасте не у всех, да, достаточно опыта, есть только желание, например, да, то есть не все критерии совпадают в одно. А у волонтеров старшего поколения людей 55 лет и выше есть уже и опыт, и желание, и самое главное – время. И есть еще и энергия. И таких людей много, и это, скажем так, тренд последнего времени. Их становится все больше, и все больше мы их привлекаем на свои мероприятия, где и молодые волонтеры учатся у них, и, ну, собственно, и мы тоже учимся, потому что есть чему. Вот получается, вы говорите, обучение не проходит. То есть волонтеры, они не сами по себе ведомственно, а их кураторство относится, получается, к Комитету молодежной политики, да? У нас общее кураторство, да, Комитет по молодежной политике, но Министерство края также ведут по своим направлениям волонтеров, как я уже говорил, там, в области спорта, образования, культуры, социальной защиты населения, как раз-таки вот серебряные волонтеры. Здравоохранение и так далее и тому подобное. Мы общий надзор, общий кураторство ведем, помогаем организационно, методически и проводим образовательные мероприятия. Помимо того, что к каждому мероприятию мы готовим волонтеров, у нас постоянный проект — это Академия волонтеров, проект «Мы вместе», где, в рамках которого волонтеры помогают социализироваться молодежи с ограниченными возможностями здоровья. И сейчас вот запущен федеральный проект «Добровый университет», в рамках которого как добровольцы, так и организаторы волонтерской деятельности могут пройти обучение, так и органы власти, и сотрудники подведомственных учреждений. А вот как обучение проходит и сколько оно длится? Какой срок должен пройти, чтобы человек сказал, или что он должен узнать, чтобы сказать, я вот все, волонтер я? Я боюсь, что это, как и все образовательные процессы, никогда не закончатся. Кому-то достаточно будет какого-то базового блока для общего понимания, и он сам уже там дойдет до каких-то вещей. Кому-то весь процесс будет важен. Но тут, на самом деле, это саморазвитие. А базовый блок что в него входит? Понимание, что такое волонтер, что он должен делать, да, мы, ни для кого не секрет, что волонтеры, это не просто там руки-ноги именно, да, как иногда, к сожалению, пользуются такой терминологией, условно говоря. Это еще в первую очередь голова. То есть волонтеров не нужно использовать. Волонтеров нужно привлекать, вовлекать, рассказывать, доверять какие-то процессы. То есть они готовы нести ответственность, и молодые волонтеры, и старшего возраста. И на такой вот партнерской ноте, только на такой ноте, собственно, и возможен хороший результат. А вот помощь волонтеров сейчас где нужна? Самое простое, это отслеживать мероприятия в единой информационной системе Добровольцы России и в АИС Молодежь России. То есть там публикуются все мероприятия, и там можно выбрать вкладку Край, да, Кабаровский край, и отслеживать те мероприятия, которые мы проводим, коллеги проводят. Это самое простое. Кроме того, можно участвовать в движениях всероссийских, общественных, или в мероприятиях, там, отрасль, да, молодежная политика. Достаточно просто выйти на комитет по молодежной политике, мы уже сориентируем на кого лучше. А вот волонтерское движение, наличие волонтеров как таковых в крае, какие проблемы или задачи позволяет решить? Волонтеры сейчас, тоже ни для кого не секрет, что без них не проводится ни одно более-менее крупное мероприятие, не то что на краевом, на самом деле, уровне, даже на муниципальном. Это огромная помощь, и, опять же, если это партнерские условия, да, что взаимовыгодно, в первую очередь, тоже для волонтеров, то результат будет очень хороший, и без их помощи, да, мы не можем проводить. Это колоссальные ресурсы экономистов, прежде всего, человеческие, временные. А вот вы говорите взаимовыгодное, вроде, ну, добровольчество же, а вы говорите... Оно же не оплачивается. Да, оно же не оплачивается. Какая может быть выгода? Выгода, да, не всегда материальна, хотя она тоже не исключает. Бывают там и футболки, да, толстовки и так далее, и тому подобное. Но, на самом деле, это все вторично. Первично, что волонтерство рассматривается, в принципе, с правильной позиции, если, да, это как социальный лифт. Это, самое главное, должно быть интересно и, действительно, добровольно, да, без палки для самого человека, который принимает участие. И это еще история про формирование сообществ. То есть, их сейчас не хватает по, не знаю, по всем, наверное, отраслям. И это не что иное, как, на самом деле, один из путьов становления... Живое общение. Да, живое общение и становление гражданского общества элементарно. Спасибо большое. О волонтерском движении мы разговаривали с Максимом Ставицким, исполняющим обязанности председателя комитета по молодежной политике правительства Хабаровского края. Продолжение следует...